Доброе утро Я очень рад быть здесь Мы провели вместе пять или шесть дней в Киеве Молились За нацию Молились друг за друга И тогда, когда вы молились здесь за свою нацию Я просто снова и снова влюбился в вашу страну Я люблю эту нацию Я люблю людей Это уже мой двенадцатый раз, когда я приезжаю на Украину И каждый раз, когда я приезжаю Отец мне дает больше и больше своего сердца За всех вас, для всех вас И когда мы спускались, первый раз здесь по ступенькам Меня просто как накрыло и переполнило Любовью Отца Для вас Я чувствовал это Его сердце Его сердце для вас И моя молитва сегодня Когда я говорю Когда мы делимся вместе Чтобы вы пережили и прочувствовали это сердце Потому что Его любовь к вам настолько велика Он настолько сильно вас любит И даже сейчас я чувствую, что мне трудно просто говорить Поэтому нам нужно помолиться Я извиняюсь за свой голос Мы очень много кричали в Киеве Спасибо тебе, Господь Спасибо, Папа Спасибо за Твою любовь Открой нашим сердцам Насколько сильно ты нас любишь Переполни нас своей любовью Любовью Отца Своим детям В Твоей любви Вся сила Мы не жаждем Твоей силы Хотя мы и знаем, что ее так много у Тебя Мы жаждем Твоего сердца Потому что в Твоей любви сила В Твоей любви исцеление В Твоей любви восстановление В Твоей любви процветание В Твоей любви все, в чем мы нуждаемся Папа, всякая нужда, которая есть в этом здании У каждого человека У каждой семьи Сначала покажи нам Свою любовь Мы знаем Твою любовь Насколько она важна Насколько она изменяет жизнь Твоя любовь Твоя любовь Послала Иисуса Твоя любовь Она приняла нас В Твое сердце И потому что вначале Ты нас полюбил Мы можем любить Тебя Мы можем любить друг друга Спасибо за Твою любовь Можете сейчас просто начать благодарить Его За любовь Открой наши сердца больше и больше Чтобы любить больше Любить наших братьев Любить нашего ближнего Любить нашу нацию Любить мир Спасибо Тебе, Господь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Если Вы можете открыть свои Библии Римлянам 8 Начиная со стиха 14 Потому что все, кем руководит Дух Божий Являются сыновьями Божьими Вы получили не Дух рабства Чтобы опять жить в страхе А Дух осыновления Которым мы и обращаемся к Богу Абба, Отче Дух Божий свидетельствует вместе с нашим Духом О том, что мы дети Божьи Аминь Сколько сегодня детей Божьих здесь, в этом здании? Hello I'm happy to be called a child of God Я рад, что я могу называться ребенком Бога Аминь Я люблю своего отца Настолько сильно Я сегодня, мне сегодня так понравилось Я любила вот этих детей, которые сегодня были впереди Когда они рассказывали каждый свой стих из Библии Да, и я хотела рассказать один стих, который я запомнил тоже Хочу конфету, пастор Юрий Я расскажу, можно стих, чтобы конфетку дали Я шучу У меня есть несколько стихов, которые я так и знаю Я люблю детей Аминь Правда же, дети очень красивые? Разве они не заставляют вас улыбаться? Правда? Когда у вас плохой день Когда вы думаете, как взрослый, насколько же тяжелая эта жизнь Правда? И потом вы видите ребенка Сколько здесь есть бабушек и дедушек? О, вау Разве это не классно и не весело быть родителями, дедушками, бабушками? У-оу Кто-то сказал нет Кто-то сказал нет Я еще не дедушка Но скоро Может быть Но я же слышал Что интереснее даже быть дедушкой или бабушкой, чем просто родителем Это правда? Да? Да Я не могу уже дождаться Родителями быть сложно Но я люблю детей Я люблю то, насколько они свободны Аминь Насколько много у них воображения Насколько они свободно играют Улыбаются Смеются Плачут Девочка маленькая такая была там Второй приз там у нее не получился сегодня И ее лицо было просто как Она сейчас уже не может Когда мы взрослые Ты сразу такой Нет, это меня вообще не ранит Все нормально Но когда ты ребенок Ты сразу просто начинаешь рыдать Я люблю свободу детей Я люблю это Все дети, которые здесь сегодня в зале остались Я почитаю вас Я почитаю вас за то, что вы дети За то, что вы свободные И если я могу кое-что сказать уже как взрослый мужчина Не потеряйте это чувство Когда ты как ребенок Аминь Потому что быть взрослым сложно Кто-то со мной согласен? Это сложно быть взрослым Огромные ответственности Тяжелые вещи случаются Очень много веса Груза на нас Когда ты ребенок, то ты уже прошел Спокойно, ты летаешь Может быть свободен Могу играть И вот почему Дети могут говорить Папа Аба Отец Папа Аба Это очень особенное слово Это 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 как термин любви Когда мы выражаем любовь Когда ты говоришь Отец Это выражение Почтения Уважения Почтения Но Аба Или папочка Это выражение любви Это когда ты влюблен Понимаете? Да? И я думаю, когда мы взрослые И называем Бога Богом Отец И Егова Все эти огромные Такие мощные Такие очень уважительные Такие богобоязненные Имена Господа Но дети Они говорят Папа Папочка Потому что они не боятся жить изнутри своего сердца Дети Они выкрикивают Папочка Аминь Мамочка Это выражение любви из их сердца Но когда мы уже вырастаем И становимся взрослыми По каким-то причинам Мы чувствуем себя незрелыми Когда говорим так И мы теряем Наше вот это детское отношение Нашу детскую веру Любовь В этом стихе Говорится, что все те, кто водимы Духом Божьим Являются сынами Бога Это слово, которое мы используем здесь Для сыны В оригинальном языке Это имеется в виду Зрелые сыновья Кто-то, у кого есть Натура, сущность и характер отца Кто-то, кто научился Ходить путями отца Кто-то, кто ходит в соответствии с сердцем отца Это сын И следующий стих Говорит о том, что мы не приняли духа рабства Который приводит к страху Но мы Приняли Дух усыновления Как сыновья Не как слуги Этот дух, который привел нас в сердце отца Не дает нам чувство раба или чувство слуги Он дает нам возможность и желание быть как отец Понимаете? Это сын Сын — это тот, кто ходит и поступает соответственно со своим отцом Когда Иисус принял крещение в Иордане Иоанном Крестителем Сказано, что открылся И был слышен голос с неба Помните это? Сколько людей помните? Помашите мне Хочу посмотреть, все ли еще вы Со мной Что сказал Бог Что да, я тобой доволен Всем конфету Пастор Юрий Всем конфеты Все ответили Каждому нужно кинуть Это мой сын Да Когда он посмотрел на Иисуса После где-то 30 лет Он увидел себя Помните это? В иудейской культуре, в еврейской культуре Когда тебе 30 Отец берет сына Которому было 30 лет Представляет его перед всей семьей Перед всеми друзьями Огромный праздник устраивает Это целый пир Вечеринка И вот стоит сын рядом с ним Используй меня И он говорит А теперь все тихонечко Тихо, тихо Теперь я хочу Чтобы вы все Обратили внимание Что я собираюсь сейчас сказать Все Это мой сын Когда вы видите меня Вот этого меня Вы видите Меня В 30 лет В еврейской культуре Отец брал сына Просто представлял его перед всей семьей И усыновлял его Я хочу, чтобы вы кое-что поняли Очень важно Слово усыновление В этом стихе В стихе 15 Очень отличается от того Что мы сейчас подразумеваем Под словом усыновление Я просто хочу, чтобы вы это услышали Если вы поймете Этот элементарный принцип Он поменяет то Как вы на себя смотрите И как вы смотрите на отца Итак Сегодня В 2015 году Усыновление Подразумевается то Когда у кого-то нет отца и мамы Который найден кем-то Кто не является его папой и мамой И говорится Я возьму тебя И я сделаю тебя частью моей семьи Ты не был частью моей семьи У тебя нет моего ДНК Я не дал тебе рождения Я тебя не сотворил Но я возьму тебя Из другой семьи Из другого стиля жизни И я принесу тебя в свою семью Правильно? Это усыновление называется сейчас Это удивительно Те, кто Дети, которые не имеют дома Когда их берут в семьи Это удивительно И везде по всему миру Сейчас это происходит И я так благодарен За усыновление За сейчас Так как оно сейчас происходит Вот точно так же Как красивая является эта картина Это абсолютно не то усыновление О котором говорит Павел Для иудея В эти дни Усыновление в те дни Было абсолютно по-другому Усыновление имеется в виду Что-то Абсолютно другое Усыновление Для иудея Было Смотреть То, как растет Его сын или дочь Возрастает Становится зрелым И когда он вырастает Из ребенка Который делает все, что он хочет делать Делал, как он хочет Он смотрит на своего сына или дочь На то, как он изменился Из кого-то, кто делал все, что хотел Когда он начал фокусироваться на сердце отца О том, что было всегда там И когда отец видит сына Который поворачивает свое сердце к отцу И в этом процессе, когда он происходит Что было самым важным для отца Стало самым важным для сына То, что отец любил Полюбил сын То, о чем заботился отец Начал заботиться сын Сын уже больше не был озадачен Только своими делами Он начал сосредотачиваться Над том, о чем думает отец Если у отца был бизнес Сын начинал заботиться Обо всех делах бизнеса Если у отца было поле или земля Возможно, животные или еще там что-то Сын начинал заботиться об этом вместе с отцом Через время Когда отец видел, что сын принял вот это сердце отца внутрь себя Это был огромный пир И он просто представлял сына перед всеми И он говорил, вот он мой сын Вот Это библейское усыновление Есть разница Сын Он вышел из отца То же самое ДНК Которое в отце Есть у сына Но отец ждет Отец ждет до тех пор, пока он не видит свое собственное сердце В сердце сына В сердце ребенка И потом он берет сына Полностью его взращивает И просто ставит его на свое место Прямо рядом с отцом Вот это является усыновление библейское Вы приняли Дух усыновления Как сыновья И теперь мы взываем Папочка Абба Отец Дух Дан ребенку Для того, чтобы ребенок Перенял натуру и сердце И чувства И видение Отца И когда ребенок живет в этом духе Ходит в этом духе Он изменяет Из маленького Он становится из маленького ребенка Который хотел делать все, что хочет Он обращает свое сердце К отцу И говорит Папа Я хочу делать Что ты хочешь делать Что важно для тебя Важно для меня Вот это является усыновление Вы всегда были детьми своего отца Господь сделал каждого человека Каждого из них Те, которые потеряны Не знают его Которые не хотят ничего общего иметь с Господом Или здесь Те самые страстные такие по Господу Верующие Те, которые живут жизнью, полной жизни Все они сделаны отцом Аминь Очень часто, когда я с кем-то разговариваю Они чувствуют себя потерянными Я спрашиваю их этот вопрос Что о чем думал отец Когда он сотворил тебя Я верю, что каждый человек Каждый является результатом Мысли, которые Господь имел Когда Господь думает Он вдыхает этот воздух В этого человека И человек становится Разве это некрасиво? Ребенок вдыхается И он становится Вовнутрь женщины Да, понятное дело Мужчина, женщина Они вместе Да, они делают ребенка Но Именно вот этот дух жизни Господь вводит В ребенка Давид сказал об этом лучше всего Я в страхе И я страхом и трепетно Трепетно и удивительно сделан В чреве моей мамы Ты там меня сформулировал Ты сотворил меня И вот говорит Давид Моя душа Знает Она все знает Моя душа знает Кто сотворил меня Правильно? Очень глубоко внутри У некоторых людей Это очень глубоко Но где-то в глубине души В душе каждого человека Есть это знание Даже атеисты Те, которые Агностики Очень глубоко Глубоко внутри Есть такой тихий Маленький голос Который говорит Я знаю Кто сотворил меня Очень часто Много людей Научились этот голос Так приглушать Чтобы не слышать его Они стали С твердым сердцем Внутри себя И они этот голос Прочти приглушили Что не слышат Вообще И убедили себя Что они не дети Папы Они сами по себе В этом мире Им нужно самим О себе заботиться Но когда они Приходят в присутствии Сыновей Или дочерей Которые ответили Вот этот призыв Который внутри них Призыв Который кричит Изнутри тебя О том Что ты сын Папочка Отец Есть дух Вокруг такого человека Вокруг сына Есть культура Культура отца Кто-то, кто принял Дух усыновления Кто-то, кто ходит В соответствии с культурой И натурой отца Когда такой человек Который углушает Вот этот голос Внутри себя Он становится Ближе к Сыну Бога Что-то внутри Начинает вибрировать Трепетать Они не знают Что это Это что-то Что они долгое время Уже не слышали И не чувствовали Но если ты ходишь В соответствии С сердцем отца Если его любовь Является твоей культурой Эта культура Она как Притягивает людей Я обнаружил Что проповедование людям Говоря о том Насколько силы Они грешные Это достигнет Ну, маленькое Количество людей Но каждый Каждый Скажите вместе со мной Каждый 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 Еще раз Каждый Каждый Он Голоден Голоден По любви Он жаждет любви И вот что нужно знать Каждый Он голоден Голоден По любви Не каждый Не каждый Голоден По проповеди Обнаружили вы это? Заметили? Аминь Очень многие люди Они просто Отворачиваются Они отворачиваются Когда им проповедуют Но сыновья Отца Мужчина Женщина Неважно Сыновья Это не имеет пола Это о человеке У которого Есть натура Отца И натура Отца Любовь Когда мы ходим В соответствии Сущностью Нашего Отца Его сердце Любви О своих детях Оно начинает Расти Внутри нас Вы чувствовали Такое? Вы чувствовали Это по отношению К людям? Аминь Я чувствую Это по отношению К людям Я чувствовал Это здесь Когда я шел Меня просто Настолько Накрыло Любовью К вам И я вас Не знаю Как я могу Вас любить Если я вас Не знаю Правильно же? Мы думаем Если я подхожу К тебе Смотрю на тебя И говорю Я тебя люблю Первое О чем ты Подумаешь Нет Ты меня Не знаешь Правильно? Ну правда? Как ты можешь Любить меня Когда ты Меня не знаешь Правильно? Я вам скажу Как Я скажу Как Вы можете Любить каждого Человека Даже не Зная Их Но Это даже Лучше Не знать Их Даже лучше И вот И вот Как У вас есть Сердце Вашего Отца Потому что Отец Он любит Своих Детей Не важно Что Они Сделали И Не важно Насколько Сильно Они Ненавидят Его Это Его Ребенок И Отец Он любит Каждого Из Своих Детей И Когда Я смотрю На Вас Я Вижу Вас Но Я Вижу Вас Его Глазами Я Смотрю На Его Смотрю На Вас Его Сердцем Павел Молился Открой Глаза Моего Сердца Правильно? Для того Чтобы Мы Видели Когда Я Смотрю На Вас Как Вас Зовут Людмила? Когда Я На Вас Смотрю Я Люблю Вас Да Потому Что Я Вижу Его Дочь Вот Кого Я Вижу Вы Можете Проклинать Меня Можете Бросать Меня Камнями Можете Стукнуть Меня Но Я Вижу Его Дочь Потому Потому Что Я Сын Сынов Я Видят Точно Так же Как Видит Отец Как Смотрит Отец Потому Что Я Ведом Духом Божьим Вы Понимаете? Те Кто Ведом Духом Божьим Кем Они Являются? The Sons Of God Sons Of God Are Not These Big Powerful Men Who Walk The Earth It Not These Big Powerful Men Who Walk The Earth Take My Sword And Kill For God That's Not A Sin I Son A Son Crius Out It Tee It Tee Who Vzy Pav Pavia I Love You Daddy I Love You Tee Pavia I Love You Tee 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 настолько, насколько я являюсь сыном который зрелый который понимает твое сердце я до сих пор и все равно могу оставаться ребенком который просто-просто любит вы заметили? дети дети могут любить почти всех дети любят всех они доверяют каждому вот почему нам нужно следить, смотреть за детками правда? потому что они могут доверить любому криминальному преступнику они любому доверят тому, кто может причинить им боль или вред говорите аминь, что-то говорите, откликайтесь, я хочу знать, что вы здесь со мной они видят они видят так, как видит отец но вот в чем вопрос у них нет мудрости нет мудрости сына аминь аминь сын имеет любовь любовь отца и когда он может видеть Людмилу такой, кем она на самом деле является но также есть мудрость знать, как это соотнести понимаете? да Иисус сказал что если я хочу войти в царство мне нужно войти как как ребенок это молодые веселые, радостные доверяющие люди с воображением человек личность я захожу в царство это так классно я часть семьи отца я так рад по этому поводу вот в чем вопрос так много взрослых забывают как быть радостным мы забываем, что такое быть ребенком сколько поднимите, пожалуйста те, кому сложно до сих пор вести себя и быть как ребенок спасибо я вас вижу вы со мной это тяжело потому что ты должен быть зрелый я не могу сейчас улыбаться на проповедника потому что ты не зрела я в церкви я серьезный и я зрелый церковь это не место для улыбок и вообще смеяться здесь нельзя я уже взрослый Господь серьезный и поэтому я серьезный понимаете? вы знаете, что Бог полон радости? почему тогда церковь так не выглядит? hello hey и вот очень много людей не переполнены радостью из-за того, что жизнь сложная, трудная правда? вы знаете, что радость не имеет ничего общего с нашими обстоятельствами? ничего радость она исходит изнутри и Иисус сказал что те, кто верит в меня реки живой воды истекут изнутри одна из этих рек это радость I have no money у меня нет денег come on my nation is in turmoil моя нация она сейчас в сложных обстоятельствах thank you, Lord спасибо, Господь нет I'm not I'm not diminishing I'm not making light of a serious situation I'm not because the Bible says that the Lord laughs while the nations are in an uproar an uproar while they're fighting do you know that Psalm says that? Amen? because the Lord knows that there's a solution beyond fighting and if the children of God would rise up with his heart and be the sons of God in the earth the nations would be healed they would be it's not about who has the better weapons it's not about who can negotiate better it's not about who can negotiate better it's not about getting more money it's not about getting more money or more countries to be behind us if my people who are called by my name if my people who are named my name would humble themselves and pray come on you know this verse seek my face seek my face turn turn from their wicked ways from their wicked ways where they turning to where they turning to where they turning to the father and begin to have their heart in alignment with his heart and begin to have their heart and begin to have their heart and what will he do and what will he do and forgive and heal your forgive and heal your your this is so important I believe that the solution to every problem in the earth is within is within is within is within is within внутри 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 куда бы ни пошел пастор Юра say your name what это внутри меня the solutions the healing of the land is within the sons of God be adopted быть быть усыновленным Марк я уже в семье что ты имеешь ввиду усыновленным я ребенок это не усыновление помните усыновление это когда я говорю папочка я поворачиваю свое сердце из моих собственных вещей и путей моих собственных вещей и я поворачиваю свое сердце к тебе папочка прости меня за то что я хотел своих собственных вещей какие-то мои слабые и мои собственные пути были но я поворачиваю свое сердце к тебе положи вложи свое сердце в мое сердце Что важно для тебя, будет важным для меня. Что ты любишь, я люблю. И тогда не только радость выйдет, но сейчас я буду любить. Я буду любить так же, как мой папа любит. Я буду видеть, как видит мой папа. Я буду видеть, как сын. Вот почему когда я смотрю на Людмилу, мне не нужно ее знать, несмотря на то, что она красивая, и она настолько приятно выглядит. Я люблю ее, потому что мой отец. Я люблю каждого из вас, потому что мой отец вас любит. Помните? Мы любим, мы любим, потому что Он первым возлюбил нас. Вот как мы любим. Мы не любим просто, потому что к нам кто-то хорошо относится. Мы не любим, потому что кто-то другой полюбил нас. Мир не изменится с таким отношением. Каждый может любить того, кто любит его. Но настоящая любовь, настоящая любовь, отцовская любовь, это когда я смотрю на каждого, любого, и вижу их, вижу их так, как их видит отец. Если ты видишь человека таким, как смотрит на него отец, ты услышишь в своем сердце, вот мой ребенок, вот мой ребенок. Видишь ли ты их? Видишь ее? Слово «почтение» в Библии обозначает смотреть на кого-то и не видеть внешнее, не видеть, как они себя ведут, их отношения, их взгляд. Они уже готовы. Почтение в Библии смотреть в сердце и видеть их так, как смотрит на них отец. Итак, почтение не имеет ничего общего с тем, как кто-то себя ведет. Я хочу, чтобы это немножечко в вас внутрь вошло сейчас. Потому что обычно мы почитаем кого-то, если они сделали что-то удивительное. Правильно? Мы почитаем кого-то, потому что он так красиво поет. Мы почитаем кого-то, потому что огромные дела они совершили. Они закончили что-то фантастическое. И они достойны этого почтения. Это не почтение в соответствии с сердцем Отца. А сердце Отца почитает и видит меня ту, которая я на самом деле. Видит мои замечательные, удивительные качества. И любя фокусируясь и основываясь на том, что есть в сердце. И когда я почитаю ее, когда я вижу ее таким образом, как видит ее Отец, все то, что внутри нее, она выходит наружу. Вся красота, все драгоценность, все вещи, которые вложил Господь вовнутрь, когда Он сотворил ее, когда Он впервые представил ее, точно так же, как Он сказал Еремия, Еремия, перед тем, как перед тем, как ты был в очреве своей матери, я знал тебя. Я знал тебя. И я сотворил тебя, я тебя соткал, потому как я тебя видел и знал. Есть причина, по которой ты существуешь. Есть призыв, и есть ДНК, и тогда почтение, которое Господь дал вовнутрь, через людей. Все то призвание, вся та предназначение, которое есть внутри тебя, оно выносит это наружу, когда ты это видишь. Вот почему Иисус был потому что Господь настолько сильно возлюбил, возлюбил мир, что отдал Своего Сына. Мир покрыт грехом, но Господь видел что-то лучшее. Господь видел, несмотря на их грех, мимо греха. Он не давал греху забрать свое внимание. Он не давал слабости забрать внимание от сыновей. Он почитал. Он видел их. Он видел такими, какими Он с самого начала их сотворил. И когда Он смотрит на Сына, Иисуса, Иисус, ты готов? Помнишь, как мы их творили? Помнишь, какими красивыми они были? Помнишь, когда мы думали о них, и они становились этим? Иисус говорит, да, Пап, я помню, они красивые, и они, я знаю, кто они. Вот это освобождает их. давай пойдем и освободим их. Давай все эти сокровища, которые сейчас вовлечены просто, и они захвачены грехом. Давай их освободим. Давай вытащим их из этой того, где они. Давай отпустим измученных на свободу. Те, которые сейчас в тюрьме, это дети. Это написано в Римлянах 8 главе. Те, которые сейчас они под грехом находятся. Любовь Божья посылает Иисуса для того, чтобы отпустить на свободу измученных. Вы слышите это? Это удивительно. Это прекрасно. Это Евангелие. И сегодня, в 2015 году, Он все еще посылает сыновей. Да. Вы там? Сколько сыновей в этой комнате? Вот. Господь до сих пор так сильно любит мир, что Он посылает своих сыновей. Слышите меня? Потому что они нуждаются там. То же самое помазание, которое было на Иисусе, чтобы отпустить измученных и пленников на свободу. Оно на вас. Оно здесь. Это в тебе. И если ты идешь в этой любви, не иди проповедовать. Пойдете сейчас в ад, если не перестанешь грешить. Это не любовь. Иисус так не делал. Иисус пришел в любви Отца. И Он сказал, ты сейчас в плену. Ты никогда не в грехе, не был в грехе. Ты не был создан для этого. Дай мне забрать тебя оттуда. Дай мне забрать тебя из этого греха. Из этого падшей личности, из этого падшего ДНК. Ты не ребенок без семьи. Ты не ребенок без семьи. Еще раз. Ты не ребенок без семьи. Ты мой ребенок. Вот что Сын говорит миру. Ты часть семьи. и семья без тебя она неполноценная. Любовь. Любовь Отца она взывает к сыновьям. Жажда для того, чтобы остаток семьи он вернулся в семью назад. Есть часть тебя, которая тебе не хватает. Часть тебя, которая себя не чувствует достаточной без той части, которая там на улице. Но любовь Отца внутри тебя, внутри Сына взывает взывает к сиротам. Идите домой. Иди домой. Приходи домой. Папа по тебе скучает. Папа любит тебя. Возвращайся. Аминь. Вот она, настоящая любовь. Вот она, настоящая любовь Отца. Мы не находим эту любовь где-то в облаках, где-то непонятно где. Любовь Отца, она находится внутри тебя. И каждый, и каждый, каждый, и каждый, каждый is hungry. Он голоден. Голоден. Он жаждет. Жаждет любви. Жаждет любви. Отец, спасибо, Папа. Спасибо, Папа. Мы любим тебя настолько сильно. ты наш Папа. Мы принимаем твой Дух, который взывает Папочка, Папочка, Отец, в нашем Духе, который соглашается с твоим Духом, что мы твои дети. В глубине внутри мы всегда знали. Глубоко внутри каждого человека на планете. Каждый человек на планете глубоко внутри. душа каждого человека она знает, что он ребенок. Это любовь внутри нас, которая говорит о том, кто мы. Мы хотим иметь твое сердце, Папа. Мы хотим твое сердце. Мы поворачиваем наши сердца по направлению к тебе. Мы поворачиваем наши сердца. Обнови, обнови в нас Дух внутри. Я хочу иметь твое сердце. Да, жизнь тяжелая. Да, я много ответственности. Но я хочу любить, хочу любить, как любишь ты. Хочу видеть людей, так, как ты их видишь. Я хочу почитать их. Ты сказал нам почитать всех людей. это не относится к кому-то, это относится ко всем. Даже самого худшего врага, ты сказал нам почитать, почитать, видеть их, видеть так, как ты смотришь на них. Папа, нам нужно почитать, потому что это нелегко по плоти сделать. Я хочу быть сыном. Молитесь со мной, я хочу быть сыном. Я хочу быть сыном, неведомым моей плотью. Я хочу быть сыном, который ведом твоим духом, который видит твоими глазами, слышит твоими ушами. О, Господь, мой Папа, сделай своего сына внутри меня. Я хочу любить, как ты любишь. Я хочу иметь радость, которую ты имеешь. Я хочу смеяться, когда у меня трудности. Я хочу видеть, когда я не могу видеть, когда я не могу видеть своими глазами. Папа, мы взываем, дай нам твой дух. Come on, cry out to Взывай сейчас, говори. Дай нам больше духа твоего. Я хочу быть, как ты, больше. Я хочу видеть, как ты. Чувствовать, как ты. О, Папа, так много людей, которые с ранами. Те, которые сейчас ищут. Те, думают, что они в порядке, но внутри их сердце болит. Там столько боли. и есть такие люди и в этой комнате. Папа, 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 приведи меня ближе к Тебе. Папа, захвати меня каждого из них. Твое сердце повернуто. ты любишь их настолько сильно. В этот момент пусть каждое сердце знает, насколько сильно они любимы. Переживет сердце и любовь отца. Переживет сердце и любовь отца. и любовь мы любим твою сердце. Как мы любим твою сердце. Как мы любим твою сердце. Открывай сердца Открывай сердца своей любовью Открывай любовью Каждое сердце, которое как камень твердый Поверни в мягкое Сделай его мягким Сделай мягким наши сердца своей любовью Прямо сейчас, в этот момент В этот момент В твое сердце Открывай свое сердце Открой наши сердца своей любовью Я хочу любить как ты Я хочу любить как ты Я хочу видеть как ты Я хочу видеть как ты Я хочу знать как ты знаешь людей Я хочу знать как ты знаешь людей Я хочу знать, люди Знаю твое сердце Твое сердце Поверни сердца Исцели сердца Исцели сердца своей любовью Та боль, которая долгое время внутри Та боль, которая от этого мира Исцели сердце Пусть твоя любовь придет Исцели всякое разочарование Исцели всякое бремя Исцели отверженность Исцели Исцеляй Исцеление Исцеление О, Папа, мы любим Папа, мы любим Папа, мы любим Новая любовь, любовь из Духа. Ты можешь встать? Встань. Вставай и принимай эту любовь за нами. Как в первый раз. Как в первый раз поверни наши сердца. Мы поворачиваем наши сердца к Тебе. Слово поворачиваем сердца к Тебе. Пусть повозание Твоей любви просто оно сойдет сюда, на это место. Пусть просто исцеление Твое происходит. Спасибо Тебя, Господь. Отец, говори. Я послал своего сына для того, чтобы показать, насколько сильно я люблю Тебя. Я был в моем сыне когда он умирал на кресте. Я был внутри него для того, чтобы привести тебя назад привести назад в отношения со мной. Когда он умирал, я открывал мое сердце для Тебя. Я открывал мое сердце для Тебя. Сердце Отца открывающее свое сердце. Папочка открывал свое сердце для своих детей для того, чтобы вы пришли домой. Ты придешь домой? Это то, где ты всегда должен был быть. Это дом. Мое сердце В мое сердце твой дом. Возвращайся. 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 Возвращайся, Чиркасса. Возвращайся. 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 Возвращайся домой. Возвращайся домой. Украина. Возвращайся домой. Украина. Возвращайся домой. Возвращайся к Папе. Возвращайся к Папе. Возвращайся домой. Папа хочет исцелить твою землю. Он любит тебя. Он хочет исцелить твой дом. Он хочет исцелить твою семью. 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 Он хочет исцелить твои детей. Он хочет исцелить твои финансы. возвращайся домой молись за людей молись за своего ближнего будь добром самаряне люби своего ближнего заботься о своем ближнем люби как он любит это земля твоя земля это земля твоя земля эти люди это все твои дети это твои дети мы хотим любить их так как любишь ты мы хотим любить как любишь ты они твоя семья они все те кто потеряны они потеряны они нуждаются в любви пусть любовь наполнит меня и я пойду я найду их я приведу их я приведу их домой я твой сын приведу их домой в твою любовь в твою любовь я был съемок Jesus, your son, in me, will bring them all in your love. Jesus, your son, in me, will bring them all in your love. Jesus, your son, in me, will bring them all in your love. Jesus, your son, in me, will bring them all in your love. Jesus, your son, in me, will bring them all in your love. Jesus, your son, in me, will bring them all in your love. Jesus, your son, in me, will bring them all in your love. Jesus, your son, in me, will bring you all in your love. Jesus, your son, in me, will bring them all in your love. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я с тобой благодарна! Благодарна! Благодарна тебе, Иисус! Слави! 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 Отец! Субтитры создавал DimaTorzok